Вот это ну баааа Не супер интересная война в плане накала страстей Потому что вражеский клан как особо не был настроен на победу К слову на этой квшечке я был под первым номером Вот он я Может быть потом в качестве такого дополнения К своим не самым крутым атакам Я покажу деф своей базы Хотя там тоже особо ничего интересного Блин ничего интересного зачем вы смотрите этот видеоролик Но собственно не об этом Посмотрим все таки чего я смог достичь Что я атаковал На этой квшечке я атаковал первый и второй номер Как видите это две двушки Почему так получилось Собственно сейчас будем пытаться разобраться И давайте-ка без лишних слов без лишних забалтываний Отправимся в первую атаку И посмотрим что же я там сфейлил И какой противник меня там ожидал На самом деле меня тут ожидал Одиннадцатый там холл Да безумно рашерский Да безумно вроде как слабый Но с другой стороны ребят Орлиная артиллерия Инферно Три арбалета Казалось бы Подумаешь Но эти вот здания В частности Орлиная артиллерия И инферно Очень много значит На базе Действительно И на самом деле ребят Я когда подбирал микс Под эту базу Я даже не заметил орлинную артиллерию Я такой подумал Олололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололол Я зашел в игру, чтобы проатаковать, когда мне закинули крепость клана. Я такой смотрю последний раз базу, прицениваюсь к тактике. Так, Варден есть, так, Инферно тут. Заходим где-то здесь, бам, Орлиная Артиллерия. И я подумал, а не убьет ли она всех моих Валькирий? Потому что я с Орлиной Артиллерией еще особо не сталкивался. Пару раз только в Глобале атаковал ТХ-11, но это было очень давно и на самом деле вообще неправда. И тут я такой подумал, блин, а что мне делать? Я же реально могу зафейлить эту атаку. И на самом деле зафейлил. На самом деле зафейлил, мог тут легко брать трешку. Давайте уже приступать к повтору. Разве что немного поговорим о тактике. По плану было зайти как можно быстрее Валькириями под Рейджом и вынести Орлиную Артиллерию вместе с Инферной. А потом уже запустить с какой-нибудь из сторон, где надо будет уничтожить здание Дефа, Хоков и под какими-нибудь бы хилами их протолкать уже по оставшимся зданиям Дефа. Которые, к слову, не очень сильные. Тут они от ТХ-7, от ТХ-8, какие-то такие слабенькие. Атаковать я планировал сверху довольно-таки широко заходить Големами, потому что здание Дефа слабое. Четвертые Големы танчили бы это очень и очень долго. Зачистил бы нормально круг и в центр уже завел бы Валькирии вот сюда вот в эту вот кучу. Но сейчас, собственно, поймете, почему не получилось и что пошло не так. Для начала тут, кстати, еще будет небольшая заминка с крепостью клана, потому что я не помню зачем, но я решил уничтожить лучницы и вот этот военный лагерь. А потом выманил крепость клана. Вот только мой мозг не допер, что вот когда тут лучница будет с краю уничтожать военный лагерь, крепость клана будет сманиваться именно в ту сторону. Поэтому я сейчас такой думаю, блин, а что делать с крепостью клана, которая сманилась на полкилометра не туда, куда мне надо. Ну, подумал, ничего страшного, собственно, на одном из Големов ее порешаем. Запустил два Голема, как я и сказал, довольно-таки широко. Запустил Визардов для зачистки круга. Сейчас, наверное, буду смотреть по ситуации. Как видите, пытаюсь протолкать Големов подальше. Запустил бомберов и сверху, и снизу. Уже по центру у меня пошли Валькирии. Пошли туда же герои. Сейчас, наверное, будет скидываться поезд на крепость клана. И все, пошел Рейдж. Смотрите, уже не очень удачно сложилось, потому что я думал, сейчас Валькирии пойдут в сторону вражеской квины. Поэтому сюда я кидаю, конечно же, Рейдж. Чтобы они быстренько-быстренько тут как нож сквозь масло пробивались. Но нифига подобного Валькирии, конечно же, оббегают эту баночку. Оббегают сквозь слабый забор. Возможно, в этом, конечно, и была их логика. Пробить слабый забор и потом пойти глубже. Но из-за этого вот моя первая баночка Рейджа оказалась не очень эффективной. Все это, конечно же, суммируется в поражении в этой атаке. Итак, Валькирии идут дальше. Как видите, начинает долбить орлиная артиллерия. Она очень жесткая. Тут я немного недооценил дальность мульти Инферны. Как видите, она уже начинает доставать моих Валькирий. Я думал, что сейчас скину хил, полечится немного Валькирии. И тогда уже будет понятнее, куда они пойдут. Там я уже буду скидывать Рейдж. Нифига подобного баночка хил оказывается совершенно бесполезной. Инферна начинает жарить моих Валькирий. И тут я понимаю, что если я сейчас не скину баночку Рейджа. И если Валькирии не зайдут в центр, то мне будет полный капец. Поэтому я скидываю баночку Рейджа незамедлительно. В Валькирии заходят в центр. И сейчас, ребят, внимание. Посмотрите, как эти рыжие красавицы будут бегать прекрасно вокруг Инферна. И не будут ее уничтожать. Смотрите. Бам! Минус орлиная артиллерия. Казалось бы, все хорошо. Я уже скидываю хил на центр. Потому что думаю, что в следующую же секунду будет уничтожена Инферна. Ничего подобного, ребят. Уничтожим-ка мы Арбалетик. Уничтожим-ка мы Воздушную оборону. О, крепость клана. А, Инферна уничтожить. И к этому времени из живых Валькирий остается всего 2 штучки, ребят. Всего 2 штучки. Я не помню, сколько их было в начале. То ли 9, то ли 10. Плюс 3 Валькирии из крепости клана. И в результате на поле боя не остается ни одной Валькирии. И я все баночки, все-все-все баночки потратил именно на них. И давайте сейчас вместе с вами, ребят, посчитаем. Первая баночка Рейджа. Возможно, не самая бесполезная баночка за эту катку, но тем не менее, она была скинута не очень удачно. Фактически, минус банка. Вторая банка. Банка Хила. Скинута под Инферно. Совершенно бесполезная банка. Третья банка. Банка Рейджа. Зашла хорошо. В центр залетает Валькирии и начинает все уничтожать. Но из-за того, что Валькирии быстро не зафокусили Инферно, четвертая банка, последняя банка Хила оказывается также совершенно бесполезной. Итак, у нас две с половиной банки. Я считаю, что первая баночка Рейджа все-таки была немного полезна. Оказались совершенно бесполезными. Считайте, я атаковал с одной с половиной банки в этой атаке. И поэтому, собственно, эта атака заканчивается 71%. Вынес я, конечно же, Танхолл, зачистил центр. Ну вот на оставшиеся здания дефа, которые, к слову, были абсолютно слабыми. Которые легко можно было добить, если Валькирии бы выжили. Все-таки втащивают мою армию и 71%. Атака на первый номер. Вот такая вот, ребят, первая атака. Надеюсь, не сильно вас утомил, потому что много паузил. В общем, легко можно было брать эту базу на три звезды. Но я проатаковал так, как я проатаковал и взял двушку. Итак, ребят, вторая атака. Давайте посмотрим второго оппонента. Девятый Танхолл. Достаточно слабенький забор от седьмого и восьмого Танхолла. Дев вроде как неплохой, но в общей сложности не очень-то и сильный. Тут один третий арбалет, один второй арбалет. Ну так, немного зданий дефа от девятого Танхолла. ПВОхи, Теслы, наверное, пушки. Башни лучниц даже от восьмого Танхолла. То есть, казалось бы, почему жираф-то не взял эту базу на трешку? Что пошло не так? Сейчас будем разбираться. Для этой базы я подобрал, в принципе, точно такой же микс. Я опять-таки посмотрел на слабый забор. Я подумал, что зелье джампа тут будет совершенно бесполезно. Под рейджом гораздо круче валькерии. Разнесут этот забор и точно так же пройдут, как будто бы там забора и не было. Поэтому я решил взять две баночки хила, две баночки рейджа. По миксу приблизительно то же самое, как я и сказал. У нас есть валькерии, немного хогов на уничтожение каких-то ненужных зданий дефа. Два големчика, ну и, конечно же, наши пятнадцатые герои. Итак, ребят, начинается атака. Тут я, к слову, планировал атаковать именно сверху. Видите, сейчас туда я сманиваю крепость клана. Почему сверху? Для того, чтобы быстренько уничтожить вражескую квину с помощью валькирий, эта квина должна была помочь завести моих валькирий как раз-таки в центр, чтобы вальки побежали именно не по кругу, а именно забежали к вине в центр. То есть еще одна причина не использовать в этой атаке зелье джампа. Итак, ребят, сманиваю крепость клана и начинаю ее потихоньку уничтожать. Скидываю поизон, и тут есть, правда, такой небольшой момент, ребят, я даже поставлю, наверное, на паузу. Я скидываю поизон, раскидываю немного лучниц, начинаю уничтожать крепость клана, и вроде как все идет неплохо, но тут я решил не рисковать, потому что если бы те два шарика успели все-таки скинуть свои бомбочки на мою квину, она бы отправилась в мир иной, поэтому я решил не рисковать, я ее прожимаю. То есть квина у нас уже остается без способности. Так, ребят, далее смотрим, как развивается атака. Запускаю големчиков, там у меня скрывается сбоку Тесла, поэтому приходится отвлечься немного на уничтожение верхних зданий дефа, на уничтожение визарда и на уничтожение Тесла, на который пошел один из големов. Поэтому я там скидываю Кинга и пару визардов, то есть тот край я быстренько сейчас, по идее, зачищу. Отлично, край зачищается. В это время разворачивается атака снизу, как видите, как только я вижу, что более-менее почистил круг, я запускаю Валькирий, запускаю рейдж на вход, и все. Считайте, вот смотрите, план сработал. Валькирии под рейджом, как будто бы подельем джампа, быстренько вбегают в центр данной базы. Вот только что происходит дальше, ребят. Баночка хила. Как быстро Валькирии выбежали из этой баночки. Также вы видите, что многие Валькирии ушли именно влево, поэтому большая группа Валькирий, собственно, выходит все-таки по кругу и уходит за забор. И тут я, ребят, понимаю, что что-то в этой атаке пошло не так, что почему-то мои Валькирии все-таки не в центре месяц, все, а ходят за забором там и потихонечку, полигонечку умирают. И тут, в принципе, все становится понятно. Жираф, ты профукал всех Валькирий, ты совершенно как-то беспонтово раскидал опять-таки эти дурацкие баночки. Первая баночка зашла неплохо, второй хилл был совершенно бесполезен, потом следующая баночка рейджа вроде как была неплохая, но разве что забор реально очень слабый, и поэтому Валькирии крайне быстро из этой баночки выбегают и уходят за забор. Не знаю, почему тут взорван забор, скорее всего, я там скинул бомберов, возможно, в этом была ошибка, я не заметил, что там шли Валькирии, скинул бомберов и Валькирии убегают за забор, а по идее эти бомберы должны были служить для того, чтобы запустить внутрь кинга и визардов, которые пошли тут по кругу и обходили базу слева. В общем, ребят, вот такая вот вторая атака 95%, мне не хватило ни времени, ни сил, то есть один этот кинг вряд ли бы добил две теселки, а тут у меня еще остается два домика строителя, которые, про которые я почему-то совершенно забыл, хотя взял с собой целых 8 лучниц, в частности для уничтожения этих домиков строителя. Вот такая вот фейланутая квшечка для меня, с моей стороны это были две ужасные атаки, но тем не менее я решил с вами ими подделиться, показать, какие ошибки я допускаю, чтобы вы в дальнейшем и какие ошибки, может быть, не допускали. Ну и давайте в качестве бонусов все-таки посмотрим атаку на мой первый номер, атака второго номера. Атака совершенно бредовая, как я и сказал в начале выпуска, это атака 9 драконами, 8 шарами и кучей-кучей молний. Итак, ребят, запускаются вначале две молнии, запускается зелье Триаса, уничтожается две ПВОшки, ну то есть по две молнии на каждую ПВОшку, и посередине он кидает зелье Триаса. Ну то есть зелье Триаса он, в принципе, скинул красиво, это достаточно достойный мув. И далее потихоньку начинает запускать драконов, как видите, запускает по паре драконов с краев, защищает круг, основную массу драконов кидает в центр на Тонхол, и две кучки шариков, одну из крепостекла на одну свою, 8 шаров запускает на каждую из ПВОшек. Вот только до ПВОшек он не добирается, потому что все-таки чистильщик смотрит именно в эту сторону, и поэтому ПВОшки вроде как дает все неплохо. И далее, ребят, что происходит? Он все-таки выносит Тонхол, странно, если бы он его не вынес, атакует драконами именно с этой стороны, и берет 42%. Далее у него остается всего 2 героя, и сейчас он будет набивать, собственно, двушку. Как мне кажется, атака совершенно недостойная двушки, то есть совершенно бредовая. Да, вынес Тонхола, дальше как-то, ну, неинтересно. Совершенно неинтересно. Вот такая вот, ребят, атака. Собственно, на этом будем закругляться. Обязательно сделаю видосик с топчиками по этой войне, так что ждите его завтра утром, должен он будет появиться. Но вам я могу пожелать лишь удачи, не фейлите на кавышечках, не совершайте такие же глупые ошибки, какие совершаю я, и никогда не болейте. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok